Куржская коса является одной из наиболее популярных и интересных достопримечательностей Калининградской области. Этот уникальный природный заповедник, одна из балтийских песчаных кос представляет собой природный объект, в котором гармонично сочетаются дюны, море, леса, болота, где бродят никого не боящиеся животные, и завораживают аномалии, танцующего, леса. О том, как добраться до Куржской косы из Зеленоградска будет рассказано в данной статье. Зеленоградск является самым ближайшим городом к национальному парку Куржская коса. Добраться из этого города на машины до нацпарка составляет по времени всего 9 минут и 5 километров по расстоянию. Необходимо ехать на юг в сторону улицы Железнодорожной, затем повернуть направо, проехав 1,2 километра на круге свернуть на 3-1 съезд по улице Окружная. Далее нужно повернуть направо и двигаться прямо по 27А015. КПП национального парка «Куржская коса» будет слева. Для путешествующих на автомобиле и просто автолюбителей этот вариант наиболее предпочтителен. Кроме того, в Калининграде достаточно пунктов аренды автомобилей. Автолюбители предпочитают добираться именно этим способом. Куржская коса На территории Куржской косы находятся три поселка – Лесное, Рыбачье и Морское, в которые регулярно ходят рейсовые автобусы из Зеленоградска и Калининграда. Из Зеленоградска можно добраться на автобусе номер 210 «Зеленоградск-Морское», отправление 6 часов 45 минут, 9 часов, 11 часов 55 минут, 15 часов, 18 часов 30 минут. Время в пути – около часа, стоимость проезда 20 рублей. Звездочка также можно добраться на автобусе, маршрут номер 593 «Калининград-Зеленоградск-Морское», ходит в летнее время через остановки «Лесной», «Дюны», «Рыбачьей». Расписание выезда из Калининграда – 5 часов 15 минут, 9 часов 35 минут, 12 часов 35 минут, 17 часов 50 минут. Время в пути – около двух часов, стоимость билета 84 рубля. Звездочка также всю информацию о движении автобусов всегда можно найти и уточнить на официальном сайте Зеленоградского автовокзала. Если же по тем или иным причинам ехать на общественном транспорте нет желания, то к услугам туристов и путешественников предлагается такси. Доехать можно из Зеленоградска. Служба заказа такси в Зеленоградске, Зеленоградской, телефон плюс 7, 40 12, 90, 39, 43, плюс 7, 921, 710, 15, 32, Куржская коса, телефон плюс 7, 40 12, 52, 15, 32, плюс 7, 911, 480, 61, 21, Максим, телефон плюс 7, 40 12, 22, 22, 23, Меган, телефон плюс 7, 40 12, 72, 93, 93. Цены в один конец составляют в среднем от 300 до 1000 рублей звездочка. Есть вариант частного такси, цена договорная. Обязательно надо торговаться. Такие таксисты стоят на центральной площади и за рынком. Плюс их в том, что они всегда отвезут туда и обратно. При этом по пути интересно расскажут обо всех достопримечательностях не хуже профессионального гида. Можно обратиться в любую туристическую фирму Калининграда или Зеленоградска и взять экскурсию до Куржской косы. Как правило, экскурсии проводятся по расписанию автобусным туром. Стоимость в среднем 1600 рублей. Звездочка наиболее рекомендуемая туристическая фирма по словам опытных туристов, Юнона, город Калининград. Вариант попасть в составе экскурсии имеет свои неоспоримые плюсы, не надо думать о транспорте, о том, когда ехать, о расписании, покупке билетов на автобусы в Нацпарк. Дюна Эфа, Куржская коса, любителям велоспорта есть вариант поехать на велосипеде. Через территорию косы проходит европейский веломаршрут Р1. Прокат велосипедов в Зеленоградске осуществляется в Зеленоградское туристическое бюро, город Зеленоградск, улица. Московская 34А, Тел, 8-401-53-10-92, 8-401-53-15-33, сайт www.zelenogradsktor.ru, отель, принцесса Лиза, город Зеленоградск, улица. Володарского 20А, Тел, 8-401-53-11-10, официальный сайт отеля www.villadefiseliza.ru Стоимость в среднем 600 рублей. Звездочка в сутки. Опытные туристы не советуют идти пешком, расстояние, как бы то ни было, довольно приличное. А учитывая общую протяженность косы, добраться из одной точки в другую представляется порой довольно сложной задачей. Но в случае предпочтения пеших походов и хорошей погоды, этот вариант также работает. Время пешей прогулки от Зеленоградка до поселка. Лесной составит около 2,5 часов. Есть также общие советы к посещению Куржской косы, обязательно с собой должна быть запасная сухая одежда, дождевик или зонт. Несмотря на мягкий климат, балтийская погода довольно капризна и может меняться, причем очень часто и резко. В холодное время года нужно обязательно одеться теплее. Как правило, благодаря микроклимату косы, тут погода мягче, чем на основной материковой части, но у моря может дуть сильный пронизывающий ветер, строго соблюдать правила поведения на Куржской косе, нельзя разжигать в неположенном месте костры, ходить самостоятельно по дюнам, съезжать с парковки и дорожного покрытия, собирать растения, грибы и ягоды, охотиться. Нарушения правил чреваты штрафами, за соблюдением которых следят инспекторы нацпарка, патрулирующие территорию. Взять с собой средства от насекомых и клещей, на территории косы присутствуют эксодовые клещи, при ориентировании на местности пользоваться картой, навигатором, приложениями, информацией с щитов, запрещено кормить диких животных, хотя они и спокойно выходят к людям и могут выпрашивать еду. Администрация настоятельно рекомендует не кормить животных, так как они постепенно перестают охотиться и тем самым нарушается биоценоз заповедника. Контактировать с дикими животными также опасно в период воспитания потомства и брачный период, дикие животные в это время могут защищать своих детей и повести себя абсолютно непредсказуемо, на территории нацпарка можно остановиться на ночлег с палатками, в специально отведенных местах, или в гостиницах, отелях, гостевых домах, список которых можно увидеть на официальном сайте. Добраться до Куржской косы из города Зеленоградска просто и вариантов пути довольно много. Нацпарк является отличным местом для отдыха. Всем решившим посетить этот чудесный природный уголок, приятного путешествия, отличного настроения, свежих впечатлений и незабываемых эмоций. Звездочка цены актуальна на сентябрь 2018 года.